Дорогие друзья, я, Виктор Судаков, очень рад приветствовать вас на нашей передаче «За гранью проповеди». Здесь мы разбираем разные спорные темы, в общем, те темы, которые не входят в рамки обычного воскресного богослужения, но о которых вы так или иначе пишете в ваших комментариях под проповедями. В прошлой передаче мы говорили о роли женщины в служении, некоторые мне писали, что Виктор, мы это как-то иначе видим. Поэтому, понимаете, это нормально, когда люди могут быть едины, синхронны, но при этом на какие-то вопросы, на какие-то детали смотреть по-разному. Это нормально, потому что синхронность — это единство в направлении, развитии. Но при этом мы даже часто сами с собой не совпадаем, мы, может быть, пять лет назад думали не совсем так, как сегодня, а десять лет тем более иначе. Точно так же мы в чем-то можем не совпадать в каких-то деталях, в каких-то моментах, но при этом быть едины в нашем направлении. Я специально на прошлой передаче не стал брать такие стихи, как «А учить жене не позволяю», «Не властвовать над мужем», «На быть в безмолвии» из первого послания к Тимофею. Или из послания к Арифинам «Жены ваши в церквах молчат», так как эти места уже множество раз разобраны. И я постарался как раз взять то, о чем не так часто говорят, о том, что Христос в отношении к женщинам и к их служению часто выходил за рамки существующих традиций того времени. Его подход был далеко нетипичный. Если вас интересуют места описания, которых мы не затронули, пишите, и об этом поговорим. То есть вы можете в ваших комментариях писать не только вопросы или мнения по данной передаче, но также вы можете задавать вопросы для будущих передач. Еще один важный момент. Некоторые в комментариях, споря со мной, на самом деле не со мной спорят, а сами с собой. У меня даже целая проповедь есть, как научиться слышать ближнего, где я говорю о том, что мы порой не слышим ближнего, мы приписываем ему какие-то идеи и уже дискутируем с ними. Слышим как бы сами себя, а не то, что говорит другой человек. Поэтому я прошу, когда я говорю что-то, вы слушайте, что я говорю, не приписывайте мне ваши мысли, какие-то идеи, с которыми вы потом дискутируете. Я хочу сказать только то, что я хочу сказать. И особенно забавно было, когда некоторые сестры, женщины говорят, Виктор, а как же женщине нельзя учить мужчин? Написано же так в послании к Тимофею. Но при этом сами эти женщины учат меня, а я мужчина, сами эти сестры учат меня. Как бы забавное противоречие происходит. То есть поймите, что то, что Павел там написал, мы же видим, что и большинство педагогов являются сегодня женщиной. Я своего сына вожу в школу, где его в основном женщины учат. То есть, а в послании к Тимофею, в отличие от послания к Коринфянам, там ведь не написано, что только это к церкви относится, а вообще к женщинам. Получается, что Павел имел в виду что-то другое. То есть он имел в виду не вообще, что женщина там рот нельзя открывать, учить нельзя нигде, никогда, и даже в церкви только молчать. Нет, то есть есть моменты, когда женщины, благодаря своему избыточному красноречию, в отличие от мужчин, ведут себя, много говорят и вносят некий хаос, неразбериху. Вот к этому и относятся, что женщины должны молчать, не нужно превращать служение в бардак. Вот, как я вижу, о чем писал апостол Павел, но вообще исключать женщин из служения, в том числе, когда они что-то говорят, что-то наставляют. Есть удивительные, удивительные проповедницы, удивительные, через которых Господь действует. Конечно, есть немало странных проповедниц, согласен тут, но и странных проповедников немало, а возможно даже намного больше, чем женщин. В сегодняшней передаче мы разберем еще один спорный вопрос, уже предвижу некоторые гневные комментарии. Я вообще-то думал, что вообще эта тема, она уже далеко в прошлом, об этом говорили там 25-30 лет назад. Но поскольку комментарии пишут, и под многими моими проповедями, независимо от темы проповедей, некоторые пишут, «Виктор, почему у тебя волосы такой длины?» А некоторые вообще очень так по-небратски пишут, «Когда пострижешься, брат?» Вот, давайте поговорим о волосах, о длине волос у мужчин. Откуда взялась эта тема? Из послания нашего любимого апостола Павла, первое послание Коринфской церкви, 11 глава, 14 стих, Павел пишет, «Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала». Ну и еще тоже, связанная с темой волос, тема покрывал, вот это уже в этой же главе 4 стих, Павел пишет здесь, «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, постыжает свою голову, и всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая». И вот мы видим наставление апостола Павла Коринфской церкви, что мужчины должны иметь постриженные волосы и никакого головного убора во время служения, во время молитвы. Женщины, наоборот, покрывало на голове и длинные волосы. Ну и возникает, конечно же, вопрос, а почему же в большинстве современных церквей, протестантских церквей, разных направлений, немало мужчин с длинными волосами, иногда бывает с очень длинными волосами, в то же самое время некоторые служители, там, лидеры прославлений на сцене, за кафедрой, молятся Богу, и у них там какие-то кепки современные одеты, то есть они, получается, с покрытой головой. Как к этому относиться? И тут очень важно понимать, что апостол Павел был величайшим миссионером своего времени. Он проповедовал Евангелие в новых городах, в новых странах, нес туда благую весть. И у него был очень важный принцип своей миссионерской работы. Этот принцип записан в этом же послании к Коринфянам, первое послание к Коринфянам в 9 главе, 20 стих. Я прочитаю это место по современному переводу, просто чтобы освежить наш взгляд на хорошо знакомое местописание. С иудеями я вел себя как иудей, чтобы приобрести иудеев, то есть с людьми, исполняющими закон, я вел себя как человек, исполняющий закон, хотя я и не подвластен закону, чтобы приобрести исполняющих закон. С теми, кто не знает закона, я вел себя как человек, не знающий закона, хотя знаю закон Бога, будучи подвластен Христу, чтобы приобрести людей, не знающих закона. Для слабых я стал слабым, чтобы приобрести слабых. Я становился всем для всех, чтобы любыми способами спасти хотя бы некоторых. И видите, Павел пишет здесь, что когда он проповедовал Евангелие в новых городах, новых странах, он всегда старался учитывать те особенности, которые были в тех местах, где он служил, те культурные особенности, те какие-то веньи времени, которые были тогда. И поэтому, когда мы видим, что он служил в Каринфе, он писал в Каринфской церкви, он говорил об определенном внешнем виде для мужчин и для женщин. Но интересно, что это противоречило тому, что было в Иудее, потому что Иудеи молятся как раз с покрытыми головами. Апостол Павел был Иудей. Если вы сегодня поедете в Иерусалим к стене плача, вы увидите, что там все молятся с покрытыми головами. То даже мужчин не пускают, прежде чем они не покроют свою голову. Это древнейшая традиция. Точно так же в Иудее длинные волосы у мужчин не были символом бесчестия. Наоборот, Назарейство в Ветхом Завете, один из его признаков, это было не стричь волосы на своей голове. То есть это было не только не бесчестие, это была честь для мужчины какое-то время в своей жизни, год или больше, посвятить Богу служение Назарейства. И мы видим, что Самсон, один из судей Израиля, он был Назареем, и он не стриг свои волосы. Когда у него их остригли, тогда от него написано «Отошла сила Божья». Бог отошел от Самсона. В Новом Завете немало исследователей считают, что Иисус был Назареем, поэтому у него традиционно считаются длинные волосы, не только потому, что он был из города Назарет, но и потому, что в какой-то период своей жизни он принимал на себя Назарейский обед. Точно так же Иоанн Креститель, считается, тоже он был с длинными волосами, потому что какое-то время у него был Назарейский обед. Апостол Павел, да, в книге «Деяния апостолов» написано, что Павел вместе с Акилой и Прискилой, они поехали, чтобы исполнить обед, они остригли волосы, то есть они на какое-то время брали этот обед, потом, завершив обед, они остригли свои волосы, поэтому апостол Павел тоже считается традиционно с длинными волосами. То есть другая культура, культура меняется, она изменчива. Дух Писания, смысл остается. И смысл в том, что мы должны нести благую весть, учитывая определенные культурные особенности, которые меняются. С географией меняются, да, или со временем меняются. Где-то борода — это честь в какое-то время, в какое-то время, в какой-то стране, наоборот, люди бреют бороды. Также апостол Павел ссылается на то, что по природе у женщин лучше растут волосы, они более пышные. Мужчины, к сожалению, и лысеют, в отличие от женщин, чаще и раньше. Да и длинные волосы в Каринфе у мужчин тоже было не совсем похоже на современный мир, потому что тогда стригли... Нормальные волосы были примерно до плеч, то есть длинные были уже ниже плеч. А у нас уже до плеч сегодня считаются тоже довольно длинные волосы у мужчины. Так вот, дорогие, сегодня культура изменилась. Наша культура совершенно не похожа на Каринфскую. Сегодня для нас волосы не являются символом или признаком чего-то, какой-то ориентации правильной или неправильной, чести или бесчестия. Сегодня женщины стригутся, у них стрижки у многих женщин, и это не вызывает в обществе вопросов. Точно так же немало мужчин сегодня носят длинные волосы. Это тоже не вызывает никаких вопросов, может, ориентация не такая. Я как-то был в Голландии, сидел в кафе, была пара, двое мужчин. Видно, что были нетрадиционные ориентации, они были очень коротко пострижены. То есть волосы сегодня не являются признаком какой-то ориентации или еще чего-либо. Сегодня более свободное отношение. Как и в отношении одежды точно так же, вот мужская, женская одежда. Ведь мужчине нельзя носить женскую одежду, а женщине нельзя мужскую одежду. Почему женщины в брюках, в консервативных церквах нельзя, только юбки. Но сегодня брюки — это не только одежда мужчин. Сегодня в джинсах ходят и мужчины, и женщины, и в обществе это не вызывает никаких вопросов. Это вот в церквах в некоторых вызывает вопросов, а общество смотрит на это более свободно. Например, в Шотландии килт, традиционная мужская одежда. В Шотландии юбки не вызывают вопросов. Если, например, в моем городе мужчина оденет юбку, вопросов будет много. Точно так же в отношении тату. Я представляю, сколько недовольных будут, но, знаете, вот тату нельзя сопоставлять с местом из книги «Левит», где некоторые цитируют эту книгу. «Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себя письмен». 19 глава книги «Левит». И мы видим, что здесь говорится о ритуальных письменах, которые были связаны с культом мертвых. Это не имеет никакого отношения к современным тату, где это просто как украшение. И не более того, никаких великих там смыслов в это не вкладываются. Лично я не делаю тату, не потому что там это страшно, нельзя. Просто я вырос в той культуре, когда тату в 70-80-е годы у нас называлось «наколки». И это как-то было больше связано с криминальным миром, с местами не столь отдаленными. Поэтому как-то вот для себя я это не вижу, не приемлю для себя. Но когда я смотрю на молодое поколение, они выросли в другой культуре. И не надо мне со своими мерками там 70-80-х годов к ним лезть. У них другая культура. Я нередко замечал, что порой очень такие консервативные христиане, которые там бой всем тату, да, когда у них их дети вдруг, не спросив разрешения, делают себе тату, смотришь, вот эти как-то консервативные христиане немного смягчают свою позицию в отношении тату. Ну и уж уже вообще, чтобы у некоторых вызвать гнев, да, там вот сережка у мужчины тоже такая, у некоторых злободневная тема. Сережки носят только либо пираты, либо нетрадиционная ориентация. Почему мы носим сережки, да, но когда это было, сегодня уже время другое. Сегодня сережки носят просто мужчины ради красоты, не связанные ни с пиратством, ни с ориентацией, ни с чем-либо подобным. Поэтому, когда, дорогие, мы начинаем придираться, когда мы начинаем пытаться какие-то знаки, имеющие смысл в других культурах, в другие времена, мы пытаемся сегодня на них настаивать, ну, мы выглядим по меньшей мере смешно. Сегодня есть другие уже знаки, на которые бы стоило обращать внимание, а мы часто на них не обращаем внимания, да. Например, та же вот в нашей стороне георгиевская ленточка. Это же не просто воспоминания о Второй мировой войне. Это определенный символ, символ определенной идеологии. Раньше так не было, сегодня это есть. И прежде чем одевать эту ленточку, человек должен подумать, да, что я делаю. То есть, понимаю ли я, осознаю ли я, что я делаю. Точно так же в отношении буквы Z, да. Раньше буква Z это было вот Z-поколение, да, Z-ники так называемые, да. Сейчас уже в наше время, в нашей культуре, да, буква Z имеет некое другое значение, да. И нужно думать, прежде чем эту букву Z рисовать, да. Пройдет какое-то время, и опять-таки буква Z потеряет актуальности. Не нужно вспоминать там вот какие-то древние времена. А вот тогда-то вы помните, вот почему же сейчас. Время прошло, время прошло. И не нужно пытаться вот эти вещи из прошлого наделять сегодня смыслом. Нужно жить сегодняшним днем, сегодняшнего времени. Ну и в завершении нашей передачи я хочу сказать, что я на воскресных богослужениях использую головной микрофон. И моя прическа помогает этот микрофон скрыть, что он практически незаметен. Если бы у меня было мало волос, или вообще бы не было волос, то этот микрофон бы делал из меня, ну, немножко бы, я бы походил на космонавта, да. Что это было бы очень заметно, как видите вот на этих рисунках. Поэтому для меня лично это имеет еще и чисто практическое значение, моя прическа. Пишите ваши вопросы, пишите ваши комментарии. Но я еще раз прошу, слышите, услышьте, что я говорю. И не приписывайте мне ничего более. Мне интересно читать ваши вопросы, ваши комментарии. И также предлагайте темы для будущих передач. Благословений. Благословений. Субтитры сделал DimaTorzok